МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. 2 ноября на Южном шоссе водитель Гранта сбил велосипедиста. Из данных госинспекторов следует, что Лада двигалась со стороны улицы Транспорт в направлении Южного шоссе. В пути следования на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог Южного шоссе и фабричного проезда мужчина на легковушке не предоставил преимущества в движении и в результате сбил велосипедиста. Мужчина, 88-го года рождения, получил травмы и был доставлен в больницу. Впоследствии ему было назначено амбулаторное лечение. В 15-м квартале дети бегают по стройке. Об этом в социальных сетях сообщила Тольяттенко. Смотрите, 15-й квартал, автостроители, 54, стройка, церковь. Дети бегают по стройке, беспрепятственно находятся на территории строительных сооружений и никто за этим не наблюдает. Напомним, что не так давно, играя в заброшенном здании на улице Степана Разина, ребенок упал с высоты и получил различные травмы. Уважаемые родители, следите за своими детьми. Переходят ли ваши дети дорогу по правилам? Во время каникул большую часть времени дети проводят на улице и, как правило, без сопровождения взрослых. Сотрудники ДПС еще раз напоминают родителям о том, насколько важно ежедневно проводить беседы и напоминать о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Все это поможет уберечь вашего ребенка от трагических последствий. Напоминайте своим детям, что кататься на велосипедах, скейтбордах и самокатах по проезжей части в жилой зоне небезопасно, так как в любой момент на дорогу может выехать автомобиль. Улицу нужно переходить строго по пешеходному переходу. Родители, помните, жизнь и здоровье ваших детей зависят только от вас самих и вашей внимательности на дороге. Госавтоинспекция Самарской области в рамках месячника по безопасности дорожного движения в начале ноября этого года проводят специальные профилактические мероприятия по контролю за дорожным движением и предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Для выполнения таких мероприятий задействован комплекс высотного наблюдения на базе аэростата. С его помощью контролируется соблюдение водителями правил дорожного движения. Для профилактики безопасности дорожного движения возможно использовать квадрокоптеры, но их действия ограничены зарядом аккумулятора и камеры. На аэростате есть видеокамера высокого разрешения, позволяющая контролировать участок дороги в 4 километра. Обзор камеры 360 градусов. Номер машины можно увидеть со значительного расстояния как днем, так и ночью. В случае фиксации нарушения водитель останавливается ближайшим нарядом ДПС, где составляется протокол об административном правонарушении. Данный комплекс будет работать над аварийными участками автодороги и выявлять нарушения, связанные с обгоном и выездом на полосу встречного движения в местах, где это запрещено. В этот раз за 2 часа работы аэростата было выявлено 5 грубых нарушений правил дорожного движения водителями. В отношении них был собран административный материал. Родственники погибшей в ДТП женщины разыскивают очевидцев аварии. Напомним, 26 октября на улице Баныкино молодой парень на приоре, двигаясь со стороны улицы Голосова в направлении бульвара Ленина, прямо на пешеходном переходе сбил пенсионерку. Она получила различные травмы. Прибывшие медики оказали ей первую помощь и доставили в ближайшую больницу. Однако, впоследствии Тольяттинка скончалась. По факту ЧП заведено уголовное дело. Если вы стали очевидцем аварии или у вас имеется запись с видеорегистратора, просьба сообщить об этом по номеру, который вы видите на своих экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова